зимний чесночок уже ничего не осталось я вам покажу как у нас осталось и вот столько вот ребята у нас осталось зимнего чеснока сегодня у нас 24 марта 24 года и вот с осени вот столько осталось последний свой зимний чеснок шумкую и у нас в духовке всю ночь томилось мясо мясо какое-то мясо там копытца до чего холодец будем свой деревенский домашний без всяких там желатинов в общем как мы любим а не так как вам надо показывать красиво а мы любим вот так по деревенским вот ребята что у нас здесь бабушка копытца до улыбка и два ушка и кусочек мяса и получается это будет деревенский натуральный холодец а не то что ваш желатин прозрачно там как они называются цветочками ты сделаю там из морковочки и там из яичка мне нахер это не надо мне вот наша деревенская надо первое пошло ушко ночью мягкая мягкая ушка в общем интеллигенция то там тоже смотрят сразу хочу сказать что если вам не нравится не нравится не нравится вы сразу проходите мимо это второе ушко пошло почему режем да потому что через мясорубку получается каша нам не нравится по идее по идее надо вот это все в корыце сечкой вот тогда она нормально получается но кажется данный момент у меня нету поэтому супруга вот так вот ножиком гербанит маленько так это режет течки то но еще мельче получаются и вкуснее ну кому как на вкус и цвет товарищи как видите нам лично нравится вот так так что вот те любители которые сливают первый как называется бульон желатин там добавляют там красивые овощи чтобы это все красиво заливалась это все ваше можете в ресторане брать или сами делать это ваша проблема а нам главное вот сытно вкусно и просто ну и мясо конечно есть вот смотрите мясо натуральное мясо так что не просто холодец из ушей и копыт и только копыт и уши и мясо есть ребята копытца пошло смотрите как она развалилась и распарилась прямо разваливаться все правильно 8 часов 8 до не больше 10 часов у нас напарилась 10 часов в духовке дровяная печь в деревне но мы не дремни мы песни поселение живем так что как вот так все а косточки косточки я обгладываю сам лично этот весь как называется ну все мягко короче обсосу остальное своим собакам отдаем ребята слово обсосу это не значит что я где-то что-то сосу так что можете там посмеяться но это относится чисто к костям вот этим косточкам которые сейчас уже вот обгладываю обсасываю да живем дальше большой хороший кусочек мяса раньше мы уложили или ложили в общем раньше мы делали холодец значит одно копытце было свиное маленькое копытце и пару корочков куриных вот а сейчас делаем стараемся копытце обязательно положить стараемся положить пару ушей потому что там все таки хрящики и вместо корочков мы стараемся сейчас положить чисто свиное мясо без жира без всего ну вот такое постное мясо без жира нормально такое мясо вот это сейчас мы делаем данный момент это мы делаем сейчас данный момент и это данный момент мне кажется мы уже в течение где-то наверно трех четырех пяти лет так делаем а вот раньше значит были окорочка это ребята лыдка это получается все копытца лыдка два уха два куска мяса тоже видите все как разводилась и косточки вот это остатки ушек ушки пополам резались чтобы не целиком их варить ну все тут меня супруга до зарезает потрошит остатки в общем делаем дальше ну вот такая вот можно сказать что кучка нормальный такой рубленый фарш получился сейчас будем заливать это все бульоном добавляем рубленый чесночок опять же свой зимний ну и заливаем бульоном который кстати мы его не процеживали первый бульон не выкиливали вот именно что на первом бульоне все сварено все это тщательно супруга у меня перемешивают и ставится вот эта вся кашка которая получилась вся эта субстанция холодец на и холодичное как там сказать в общем весь холодец вот это ставится прохладное место ну в нашем случае это все мы поставим холодильник ну и остался у нас бульончик вот этот все чтобы тоже он тоже у нас замерзнет мы тоже будем кушать потом такой будет как желатин желе или как он там называется но неважно в общем тоже будет холодец это же бумить